Здравствуйте! Сегодня мы продолжим историческое знакомство с меню. Ну, меню той или иной эпохи может поведать нам примечательные подробности не только о рационе питания, но и об экономической ситуации, культурных предпочтениях той поры и о многом другом. Итак, попробуем разговорить меню, ну, например, на экономическую тему. Вот, к примеру, 70-е годы 20 века. В 1973 году разразился мировой экономический кризис. Мировая цена на нефть выросла почти в 20 раз. В Европе и США началась повальная инфляция, а скачки цен на товары и продукты превосходили всякое разумение. Ну, а что происходило в ресторанах? Там пришлось чуть ли не ежедневно перепечатывать меню. А это еще одни лишние затраты. Так возник чисто экономический термин «меню кос» – «издержки меню». Это те издержки, которые связаны с изменением цен. Например, затраты на новые прескуранты, каталоги и ценники. Этот термин вышел за пределы ресторанного бизнеса и стал актуален, скажем, для тех фирм, которые вынуждены перепечатывать каталоги и различную рекламную продукцию. Кстати, именно в период энергетического кризиса 70-х годов в ресторанный обиход вновь вошли грифельные доски. Стер старую цену, поставил новую – и порядок. Ничего перепечатывать не надо. Однако цены в ресторанном меню могут варьироваться не только в связи с инфляцией, но и подниматься или опускаться в зависимости от сезона. Ну, скажем, на рыбу или фрукты. Другая тема для обсуждения с историческим меню – это экология. Так, американские экологи изучали в ресторанных меню хронику исчезновения видов по колебаниям цен на блюда и зонах. На основе изучения примерно 10 тысяч меню из различных архивов, начиная с середины 19 века, выяснилось, что многие морские деликатесы, как мы их воспринимаем сейчас, в старину таковыми не считались. Об этом говорят цены и размах предложений на эти продукты в репертуаре ресторанов. Так оказывается, что омары, которые в наше время прочно удерживают верхние места в рейтингах деликатесов, в середине 19-го столетия считались всего лишь пищей для прислуги. Конечно, меню не является абсолютно надежным свидетелем эпохи, но все-таки впечатляет. Безусловно, меню – это не только вкусная и полезная информация, но и реклама. Описания блюд сами по себе бывают очень сочными, яркими и аппетитными. Иногда даже чересчур. Составители меню любят для красного словца вставлять разные профессиональные изысканности, типа «глазурованный», «сатэ», «слегка припущенный» и тому подобное. Еще более в ходу иностранные и особенно французские словечки в ресторанных меню. Этим грешат как рестораны в англоговорящих странах, так и пафосные отечественные заведения постсоветской поры. Считается, что это придает блюду зачастую самому обычному некий флёр-экзор. Это не только флёр-экзор. Это иностранные изысканного вкуса и вожделенной деликатесности. Ведь гораздо приятнее есть не жареную картошку, а, скажем, помфрип. На сей счет один современный американский журналист ернически заметил, что, направляясь в дорогой ресторан, собой надо брать словарь иностранных слов, учебник по биологии и фонетическое пособие по французскому языку. Все это необходимо для того, чтобы разобраться, что такое сок джандуя, финансье из лесных орехов, желтый арбуз и бургульные крекеры. А это всего лишь несколько пунктов из десертного меню. Такие претенциозные меню на смеси французского с нижегородским, или, если хотите, с аризонским, ясно дают нам понять, что означенные блюда надо готовить так искусно, используя столь необычные ингредиенты и кулинарные ухищрения, что дома повторить это просто невозможно. Вычурность названий – это высокий стиль. А вот теперь о стиле. Конечно, меню отражает класс ресторана и его стиль. А по уровню художественного оформления, или, как бы мы сказали сейчас, дизайна, некоторые меню достигают подлинных эстетических высот. Уже в 19-м столетии оформление меню превратилось в настоящее искусство. Причем не только меню званых и парадных обедов, но и меню ресторанов. А Гюст Ренуар оформлял парижские рестораны и в том числе рисовал для них меню. А за это его кормили в них бесплатно. Тулус Латрек соглашался оформлять меню лишь тех ресторанов, которые ему по-настоящему нравились. А он был подлинным гурманом. Оформлял меню и Пикассо. Конечно, это был эффектный рекламный прием. Иметь красивое, оформленное известным мэтром меню было для ресторана престижным. Такие меню-шедевры подавались не всем, а только почетным гостям. Среди отечественных мастеров не брезговали оформлением меню Виктора Васнецова, Федор Шехтель, Николай Бенуа. Это были преимущественно меню званых обедов и коронационных банкетов. Эти шедевры включали в себя несколько страниц со списками блюд и напитков. Все это переплеталось в кожаные папки или же сшивалось лентами, пружинами или золотыми нитями. Вот, например, несколько замечательных образцов таких меню для званых трапез. Фрагмент меню, созданного Виктором Васнецовым для царской трапезы во время коронации императора Александра III в 1883 году. И его же меню для обеда 20 мая того же года, видимо, по тому же случаю. А вот это меню было создано в 1870 году художником Адольфом Шерлеманем для ужина в Аничковом дворце у еще наследника, цесаревича Александра Александровича, будущего Александра III. Перечень блюд здесь обрамлен забавными рисованными медальонами, иллюстрирующими различные русские пословицы и поговорки. И еще одно чудесное меню. Оно создано гениальным русским архитектором Федором Шехтелем для званого обеда в честь коронации императора Николая II в мае 1896 года. Но помимо меню шедевров художественного искусства, существовали и не менее гениальные музыкальные меню. Так, например, венский композитор и хармейстер Виктор Кельдорфер подавал к ресторанным блюдам известные музыкальные произведения. Воловий Минуэт Гайдена символизировал говядину, а на жареного цыпленка указывала популярная детская песня «Ком тай фогель гель фоген» – «Прилетела птичка». А вот хор охотников из оперы «Вольный стрелок» Карла фон Вебера подходил к жаркому из дичи. При появлении мороженого звучал популярный вальс Вайтольфеля «Конкобежцы». Французскому сыру лучше всего подходила «Марсельеза», к такайскому вину «Чардаш», к рейским винам песня Лорелее Генриха Гейне на музыку листа. Иногда к меню прикладывали не художественный, не музыкальный, а поэтический дар. И таких рифмованных перечней блюд, названных обедах прошлого, сохранилось немало. И здесь, по мнению уже знакомого нам Вильяма Пахлебкина, обнаруживается еще одна примечательная характеристика меню разных эпох. Мы видим, что в 18-м столетии любая кулинарная фантазия придворного или даже просто крепостного повара не знала никаких препятствий для своего осуществления. Важно было лишь одно – наличие гастрономической фантазии и заинтересованность знатного едока в ее осуществлении. В этой ситуации и французский король, и русский помещик находились абсолютно в одинаковом положении. Решали только они, сообразуясь со своими безбрежными желаниями. В 20-м веке положение изменилось самым кардинальным образом. Любая, даже самая гениальная фантазия повара-композитора неумолимо пресекалась лишь одним единственным трезвым соображением. А сколько будет стоить такая реализация задумки, и кто конкретно будет ее оплачивать? Для этого недостаточно быть лишь кулинарным гением. Надо прежде всего иметь талант незаурядного экономиста. В этом и состоит отрезвляющее различие между кулинарным творчеством в конце 18-го, начале 19-го столетия и тем же самым процессом в веке 20-м. Это различие как в зеркале отразилось и в гастрономическом составлении, и в художественном оформлении меню этих эпох. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин